Мы считаем, что мы разные, потому что и у нас немного разные характеры, и вообще у нас лицо разное, у нас Оля немножко вытянутая, у меня немножко круглая, поэтому... Нет, а что? С первого взгляда всем кажется, что мы одинаковые, но те люди, которые с нами уже побывали неделю-две, они такие, блин, да вы нереально разные, как вообще вас можно не отличать? Поэтому, я думаю, просто нужна практика общения с нами. Где-то год назад Игорь Михайлович Качарян, менеджер нашей команды, спросил, хотите вы поиграть? Мы такие, нет, нам неинтересно, это год назад это было. А вот в этом году, он второй раз нас спросил, у нас не было шанса отказаться, мы такие, нет, не хотим, да что это за спорт вообще такой? А потом мы попали в 3х3, поехали в Монголию на Лигу наций и просто уже не смогли от него отказаться, это настолько нас восхитило, я даже не знаю, я сейчас не смогу без 3х3. Ну, просто это очень активный спорт, мы по жизни были такие, то туда, то сюда, быстрее, 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 и поэтому этот спорт нас привлек. Покорил. Нам очень нравится 3х3, и теперь я, правда, не могу представить свою жизнь без 3х3. На первом турнире в Монголии мы не выводили мяч за трехочковую линию, нам показывает судья, мы такие, что это вообще? Ну, не то, что нам не понравилось, просто мы не могли сначала войти в этот ритм, и судья нам показывает, мы не понимаем вообще, что это. Да, мы просто не понимали, что это такое. Нам 3 раза за игру показали вот этот жест, мы такие, вот, что это такое? А потом, когда игра прошла, мы подходим к тренеру, он говорит, вам судья уже 3 раза, вы что вообще бегали? Он говорит, а что это такое? Он просто вот так вот сделал, мы такие, ну, понятно, ладно. Приехали, первый турнир. Ну, это было интересно. Ну, наверное, то, что мы познакомились с очень многими людьми, это очень интересно. Тут, не знаю, как бы дружный такой коллектив, все с другим общаются, узнают, как у тебя дела вообще, много путешествовали за этот год. Ну, вообще, тут такая нереальная атмосфера, всем весело, все что-то делают, всем все нравится, ну, не знаю. Здесь есть и конкуренция, но в другой момент ты расслабляешься, спокойно играешь, и тебе реально интересно общаться здесь с людьми. Поэтому, наверное, то, что мы вот наслаждались игрой и общались с людьми, это, наверное, самое... Да, наслаждались общением, это, наверное, самое... то, что нам понравилось за это лето. Не знаю, когда мы первый раз об этом услышали, мы такие, два этапа в одном городе в один день, мы такие, что это вообще такое? Четыре игры? Мы как это вообще переживем? Ну, потом как-то втянулись, и мы стали вот с этими девочками, с которыми мы были в этапе, вот это наша азиатская лига, мы просто стали семьей, потому что шесть туров, мы все время вместе, все время играем, все время общаемся. Ну, это было очень весело и нереально классно. А потом, когда мы приехали на финал, мы такие, блин, надо выиграть уже. Не зря же мы пережили все эти шестнадцать, сколько игр? Сколько мы там были? Шестнадцать? Не, наверное, шестнадцать. Четыре, восемь. Господи, сколько игр-то было? А, двадцать четыре, двадцать четыре игры. Блин, забыл, блин. Ну, было двадцать четыре игры, и, конечно, когда мы приехали на финальный этап, мы еще поняли тогда, что мы не проиграли ни на этой игры, и мы должны были поддержать свой статус. Ну, то есть этот турнир был для нас как подарок. Это подарок. Мы очень были рады, что мы там еще и выиграли, поэтому просто наслаждались игрой. Ну, тебе, можно было бы устать, но мы настолько привыкли друг к другу, что, я не знаю, уже не можем быть не вместе. Нам вместе весело. Мы понимаем шутки друг друга, и не только мы их понимаем. Вот. Ну, просто мы привыкли реально, мы уже, считай, 22 года вместе постоянно, и если мы на расстоянии, мы очень начинаем скучать. Плачет иногда. Оля в особенности, да ты, Оля, плачет. Вот. Ну, случай, если мы вместе смотрим телевизор, и мы все время что-то обсуждаем, или сериалы. А я как-то смотрела один, ну, сериал одна, и начала тоже обсуждать это с Олей, а ее, то есть, не было рядом, и я такая поворачиваюсь, и ее нет, так и думаю, блин, почему я вообще тут сижу, разговариваю? С мной с собой. А у нее тоже такое бывает, что она что-нибудь смотрит и начинает обсуждать, а меня нет, поэтому нам вместе так, ну, как, мы привыкли к друг другу. Поэтому, вообще, нормально. Нет, бывает такое, ой, бывает такое, что, блин, достала, это что такое, сколько можно вообще ее терпеть, но потом как-то мы быстро отходим от этого, и нам комфортно. Ну, это у нас, кстати, очень частый вопрос, задаваемый нами, притворялись ли мы, или менялись мы, но, если честно, мы никогда так не делали. Ну, это просто для нас это неинтересно. Да, да. Мужик, зачем? Мы находили другие какие-то вещи, чем мы могли. Да, масса других было штук, которыми нам можно было заняться, нам было бы весело. А это нам почему-то казалось каким-то непонятным делом. Да, и когда учились даже в школе, там говорили, ой, вы, наверное, там кто-то за кого-то сдавали экзамен. Нет, мы так не делали, нам. Мы считаем, что мы разные, потому что и у нас немного разные характеры, и вообще, ну, у нас лицо разное. У нас Оля немножко вытянутая, и у меня немножко круглая. Поэтому. Да нет, а что? Просто с первого взгляда, да, всем кажется, что мы одинаковые, но те люди, которые вот с нами уже, ну, побывали неделю-две, они такие, блин, да вы нереально разные, как вообще вас можно не отличать? Поэтому, я думаю, просто нужна практика общения с нами. Ну да, а те люди, которые нас видят в первый раз, это, правда, вот родинка только так, пока что. Или, ну, в игре это вообще легко, по номерам. Это все, что я могу сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!